Ну что ж, кажется, лёд всё-таки тронулся. И сегодня... Ну что ж, мне кажется, что лёд всё-таки тронулся. И российские футбольные власти решили, что пора уже что-то менять в нашем отечественном чемпионате. Ну а с вами снова Константин Калуцкий. И сегодня мы продолжим наш разговор о грядущих реформах в российском футболе. Недавно появилась очень интересная информация. Своеобразная презентация, которая была разослана клубом российской премьер-лиги. И там содержались, ну так скажем, основные моменты грядущих изменений в отечественном чемпионате. Видео таких достаточно красочных слайдов. Я думаю, вы уже все почитали данную новость. Почитали те изменения, которые должны произойти. Вот эти презентации, которые были разосланы клубом, они моментально оказались в Телеграме, в других соцсетях. И стали, так скажем, достоянием общественности. Ну а возможно, вполне возможно, РФС и сам решил каким-то образом слить это всё в интернет. И в результате проверить реакцию общественности и так далее, и тому подобное. Ну и давайте обсудим все эти изменения, потому что здесь всё очень масштабно. И отмена лимита, и введение ограничений на иностранцев. Да-да, всё будет именно так. С одной стороны, отмена самого по себе лимита. С другой стороны, у нас будет вполне возможно введена английская система, когда иностранцев будут, так скажем, проверять на качество. То есть у нас импортная продукция футбольная теперь должна проходить определенные российские ГОСТы, так скажем. Ну и плюс там есть много других нюансов, которые стоит обсудить. Но сперва хотелось бы напомнить вам, что наш спонсор, компания Балтбет, продолжает специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы пройдёте по ссылочке в описании и зарегистрируетесь на сайте Балтбет, а также введёте промокод 20Калудский21, который также указан в описании к этому ролику, то вы получите бонус. Три бесплатные ставки. Так что дерзайте, ребят, это ваш шанс заработать деньги, ничем не рискуя. Итак, давайте пробежимся по главному вопросу, который сейчас мучает буквально всех. Это, конечно же, лимит. По всей видимости, его всё-таки будут отменять. Да, разумеется, в дальнейшем ещё будут какие-то комиссии, которые будут согласовывать детали. Разумеется, будет ещё голосование, где все согласятся или нет на изменения. Но мне кажется, что лимит достал уже буквально всех. И что характернее, если вы проследите высказывания президентов, директоров, клубов и так далее, ну, практически все высказываются против. Ну, по-моему, только Гриша Иванов из Урала сказал, что нужно сохранять лимит. А все остальные за то, чтобы его брать нахрен. Ну, и это логично. Потому что данный лимит чудовищно мешает чемпионату. Обратите внимание, тут недавно Шахтёр Донецкий из Украины, имея в составе, ну, там, не помню, по 8-9 бразильцев, появлялась на поле одновременно, они довольно убедительно показали себя против бельгийского Генка. И прошли дальше в Лиге чемпионов. И теперь будут рубиться с Монако. И вы знаете, здесь ещё неизвестно, кто будет фаворитом. И вот при этом, вот это засилье легионеров в топовом клубе украинском не мешает сборной показывать, ну, достаточно хороший футбол и достойный результат на чемпионате Европы. Касательно результата, конечно, там им повезло, но согласитесь, футбол, который показывала Украина, в целом смотрелся интереснее, чем то, что показала сборная Черчесова. И вот пример того же самого Шахтера и сборной Украины это наглядный показатель того, что нет никакой прямой корреляции между легионерским вот этим ограничением, лимитом и успехами сборной. Более того, лучшие успехи сборной, я уже об этом много раз говорил, в 2008 году полуфинал Евро, да и на чемпионате мира 2018 года вот эти успехи были добыты во многом теми футболистами, которые стали звездами не благодаря лимиту, а многие из них еще и начали играть и становиться звездами до введения ограничений. То есть там Игнашевич, Акинфеев, тот же самый Жирков, они не благодаря лимиту стали теми самыми звездами, которые стали базисом для нашей команды на вот эти турниры. Поэтому, на мой взгляд, нужно уже признать, что никакой пользы сборной от лимита нет. А касательно клубного футбола, ну, мы наглядно видим серьезный урон в виде нашего падения на данный момент на 9 место в таблице UEFA, а вообще вполне себе вероятно, что мы уступим еще и Австрии, и Украине в таблице коэффициентов и окажемся в полной жопе, а там, глядя, еще и вторую команду в Лиге чемпионов потеряем. В общем, здесь нужно делать выводы. И выводы, как видимо, были сделаны. При этом истерики некоторых защитников лимита, что сейчас к нам завезут 20 тысяч негров, 20 миллионов бразильцев, и нашим бедным ребятам негде будет играть, ну, этим людям дали определенный тоже ответ. Это ограничение на качество иностранцев. То есть у нас будет введена система примерно как в Англии. Правда, немножко сложнее, потому что англичане, они, конечно, буржуины, у них офигенский чемпионат, там большие деньги, поэтому они могут позволить себе вводить ограничения, что футболист должен провести определенный минимум матчей за сборную своей страны до того, как переходит в чемпионат Англии. Вот такие жесткие правила есть в английском футболе. У нас правила, как видимо, предполагаются не такие жесткие, но определенные ограничения возможны. Кстати, не впервой уже у нас появляются такие мысли. В свое время была комиссия Степашина, да и изначально, когда создавался лимит, предполагалось, что вместо ограничений на количество иностранцев можно просто ввести качественные ограничения, но, увы, не сложилось ни первый раз, ни второй. И мне кажется, такой вариант куда более уместен. Тем более, что клубы, которые будут делать ставку на российских игроков, они будут получать преференции, в том числе, возможно, и финансовые. Там, конечно, детали будут обсуждаться, но, я думаю, это логично. Богатые клубы, ну, объективно богатые, они могут покупать топовых легионеров, которые будут удовлетворять требованиям РФС, РПЛ и так далее, в плане качества игры, потому что легионеры будут действительно звездные. А небольшие клубы, они мало того, что не смогут засорить свой состав мусорными иностранцами слабого уровня, так они еще и будут стимулироваться на то, чтобы доверять российским футболистам. В общем, интересная система, и мне кажется, она может сыграть в плюс. Но при этом, как многие отмечают, здесь нужно, конечно же, реформировать много сфер. И одна только отмена лимита, пускай и с дальнейшими изменениями, то есть вот эти надбавки клубам, кто использует россиян и так далее, ограничения на качество иностранцев, это все здорово, но нужно еще что-то. И вот здесь важный фактор – это изменение в детско-юношеском футболе. Я пока не совсем понял, как это будет приводиться в действие, но сам посыл верный, и мы об этом говорили множество раз. И об этом говорили люди, которые занимались, в том числе, футболом на детском-юношеском уровне в нашей стране. Я могу это просто подтвердить. У нас, не знаю, в системе практически всех клубов российских все делается с упором на результат. То есть, условно говоря, команда, не знаю, 2010 года рождения. Главная задача этой команды – побеждать. Вот, понимаете, главное, чтобы эти ребятки побеждали, выигрывали и так далее. А сейчас должен измениться вектор в сторону европейского подхода, когда главная задача той же самой команды 2010 года – не побеждать здесь и сейчас, а подготовить молодых футболистов к взрослому футболу и раскрыть их индивидуальные таланты. Кто-то, кто не имеет отношения к футболу, к детско-юношескому, скажет, а какой здесь противоречие? Ну, для того, чтобы футболист раскрылся, наверное, чтобы его команда побеждала. Но есть важный нюанс. Вы можете у любого спросить, кто занимался детско-юношеским футболом в нашей стране, что футболистов искусственно заставляют играть прямолинейнее, попроще, меньше возиться с мячом, меньше идти в обводку, меньше брать на себя и так далее. И играть попроще, полегче, там, знаете, по прямолинейнее. И в результате мы потом спрашиваем, а почему у нас нет индивидуально сильных футболистов, которые способны взять игру на себя? Почему у нас такой дуболомный прямолинейный футбол? Потому что он закладывается с детских лет. И вот начали появляться, конечно, исключения. Например, Краснодар, клуб и целая система, которая выстроена под одну модель игры, яркую, креативную, атакующую, где все звенья цепи, начиная с юношеских команд, заканчивая старшей, стараются играть в одном стиле. Ну, пока Гончаренко не пришел в старшую команду и не начал там строить не пойми, что в этом сезоне. Но это отдельная тема для разговора. В общем, сейчас попытаются каким-то образом, я не понимаю каким, сместить акцент с результатов на качество игры футболистов. Потому что что толку от того, что, там, не знаю, «Спартак» или «Динамо» 2015 года рождения будет всех рвать, если из этой команды, которая всех рвала, не вырастет ни одного индивидуально сильного футболиста. То есть команда сама по себе, детско-юношеская, может быть сильная, крепкая за счет сыгранности, организации и так далее. Но ведь она не может целиком перейти в старшую команду. Из каждого созыва там берется по два-три пацана, которые переходят дальше, допустим, в дубль «Динамо» или «Спартака». Целиком команду в дубль не отправляют никогда практически. И вот в этих условиях получается, что индивидуальности нет, а команда целиковая, она в любом случае распадется. И вот получается такая неприятная ситуация, что у нас нет ярких и сильных индивидуальных футболистов. И из них невозможно состоявить качественную команду на взрослом уровне. В общем, начинание правильное. Я не понимаю, каким образом это будет реализовываться. Я не знаю, тренеров будут премировать, ну, не знаю, не за результаты, а за то, сколько они ребят воспитали для взрослой команды. Ну, тогда спрашивается, дотерпят ли вот эти тренера в молодежных командах до тех пор, пока их ребята дорастут, понимаете? Приходит какой-нибудь пацаненок семнелетний в систему какого-нибудь клуба, и ему нужно еще 10 или 11 лет пахать до совершеннолетия, чтобы потом уже поиграть старшей команде. И неизвестно, заиграет он в будущем или нет. И вот получается, тренера молодежной команды, он что, 11 лет должен ждать, пока этот парень вырастет и попадет в старшую команду, и сможет там себя показать. Ну, сами понимаете, это невозможно. Значит, нужны какие-то люди, которые будут следить за индивидуальным развитием футболистов. В общем, сложная здесь система, очень тяжелая, но сам по себе вектор и направление правильное. Также обсуждались в этих реформах вопросы инфраструктуры. Я так понял, хотят новую базу для сборной и так далее, и тому подобное. Ну, знаете, инфраструктура, это, наверное, то, что сейчас меньше всего должно волновать в нашей стране, потому что как только в нашей стране начинаются масштабные стройки, там сразу куда-то пропадают огромные деньги. Поэтому, знаете, здесь, мне кажется, этот вопрос не так принципиален. Поли у нас и так понастроили хриновую тучу по всей стране, и здесь, скорее, вопрос в том, как ими пользоваться, как пользоваться той инфраструктурой, которая у нас есть. Потому что у нас стадионы пустуют многие, стадионы некоторые используются для свадеб и так далее, как рассказал Слуцкий недавно в Казани. Ну, а футбольные поля, как недавно отметил, по-моему, Акин Фейф или кто-то еще, вместо того, чтобы там играли детишки, там взрослые мужики бегают и бегают за деньги. Они платят местным хозяевам этих полей, чтобы играть и гонять мяч. То есть здесь, наверное, не столько нужно строить новую инфраструктуру, сколько логичнее пользоваться нынешней, которая имеется. Плюс будут определенные изменения в структуре чемпионатов, я об этом уже говорил, здесь, в общем-то, никаких новостей нет. Но, в общем и целом, главное, это, конечно, детский юношеский футбол и вопрос лимита и иностранцев. Здесь, в принципе, направления выбраны верные, а вот смогут ли наши чиновники все это реализовать, даже с помощью вот этих голландских умельцев и специалистов, которые как раз и сформировали эти реформы, это уже другой вопрос. Тем более, что дальше будут согласования, дальше будут голосования, кто за, кто против, и все эти реформы запросто могут быть погребены, просто, знаете, под нашей бюрократической машиной. Но хочется верить, что все-таки позитивное что-то будет сделано, и футбол поменяется в лучшую сторону. Ну, а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб-канал и следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну, а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока!